Всем привет! Сегодня я расскажу про игру Battlefront 16, которая прошла 8 февраля на полигоне Авиатор. Ох, дубак! Друзья, надо начинать. Сегодня у нас погода минус 11 пока. Всех приветствую на 16-й батле уже, ура! На моей памяти это не только самая морозная батла, но самая морозная игра вообще Боргейма. Поэтому вот вы исторический момент, запомните этот день. На полигоне у нас 5 точек обозначены на карте. Синие мы договорились уже стартуют с северной точки, звездочка там на карте нарисована. Желтые стартуют с южной точки. Первая фаза длится 3 часа. Задача захватить как можно больше точек их удерживать и также перестрелять как можно больше противника. В каждой точке респа, точки респа также обозначены звездочки, но это вот и есть точка респа, точка старта. На точке респа после смерти вы оживаете только на ней. Собственно, когда вы оживаете, вас будут подсчитывать посредники, которые также стоят на этих точках. Поэтому каждый убитый противник будет учтен. Я полечил там, врачи. Да, да, да. Спрут, у тебя уже опыт есть. Я все надеюсь, что ты больше всех починишь. Перед стартом игры стороны разместили по взводу обороны на ближайших к старту противника точках. Синие заняли точку 5, желтые – точку 1. Желтые начали атаку на точку номер 5, но, встретив серьезное сопротивление, решили обойти слева. Синие же атаковать точку 1 в лоб не стали, а решили сначала захватить точку номер 3. Внимание, внимание, это второй блок, точку с правой стороны, обезопасно, можно подходить. Потеряв время на штурме пятой точки, желтые не успели первыми прийти на точку номер 3. Отбить ее сходу не получилось. Внимание, взвод, пока что держим все свои позиции. Точку центра мы держим. Снайперская группа, работайте из тыла снова, попробуйте. Глюк, если ты слышишь меня, остальные все пока что по местам. Ждем новой атаки. Через 30 минут после старта командиры сторон могли вызвать арт-удар. Не слышно. Серьезно, арт-удар? Просто, просто зажигают. Синие принесли на точку номер 3 зарядный ящик, что позволило им эффективнее держать оборону. История нас рассудит. Но в очередной раз собрались, чтобы понять, что здесь играют настоящие друзья и собратья по хобби. Спасибо погоде, которая все-таки не подвела. Спасибо Аргамы. Спасибо всем, кто приехал, за то, что эта батла состоялась. Проходит позитивно. Только вы еще в рацию не орали. Вы все говно, и говно должно говорить громче. Все отлично, шикарно. Настроение в плюсе. Снимаю шляпу. 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 Серия взаимных арт-ударов не смогла изменить ситуацию на третьей точке. Дово тесу, точку левую взяли, где дово тесу? Видишь, как только тактику поменяли. Вот. Принято, Никит. Молодцы, красавцы. Пробуйте пробиваться дальше, брать четырехэтажное здание и уже с него по центру попробовать поработать. Как впечатление от первых двух часов игры? Сейчас поговорим с посетником. Может, мне страну поменять. Знаете, почему? Потому что так холодно. Короче, на левую точку она наша. Все свои блоки туда налево. И оттуда уже работать по четырехэтажному зданию. Там сводники уже ждут. До конца фазы первой у нас осталось меньше получаса. Как впечатления и итоги предварительные по ощущению? Ну, как я и говорил, повязы наши желтые. Солнце желтое. У нас все заебись, мы проебываем. Извините за мат. Понятно. Несмотря на то, что к концу фазы желтые смогли отвоевать большинство точек, догнать синих по очкам они не смогли. Вопреки прогнозам синоптиков, температура воздуха поднялась в перерыве до минус 8 градусов. После перерыва стороны применялись мертвяками. Засадный взвод желтых начал игру на точке номер 5. Один из взводов синей стороны занял оборону на точке номер 1. В этой фазе желтые выбрали немного другую таксу. Командиры в первых рядах участвовал в захвате точки номер 1 и лично переключил ее. Точка захвачена! Нет, не очень. А не стреляет, не очень. Там стрелька была, да. Несмотря на то, что желтые начали фазу очень продуктивно, синие не собирались так просто уступать. Длительное время бои продолжались вокруг первой точки, где размещался штаб желтых. Ты же в квадрате Е4 заслон делаешь, да? Да, вовремя! Блядь. Ну а нахер отвечаешь? Вот это здание, вот это здание занимает противник. Сейчас они нахуй с него начнут прошли долбить. Подожди, ты че, ты че, ты че, во, 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 во. Вот это. Двухэтажное здание? Вот это, трехэтажное вот это. Ну, по нему убить? Там двое зашли внутрь. Ну, мы с ним двое, мы у нас на центральной точке, вот здесь он, как у я русского блока. Бей вот сюда, вот, вот, квадрат. И вот это вот здание, вот за ним, вот, вроде как противник. Надо сделать заслон, точку брать не надо. Убьемся об нее. Сделать заслон, посмотреть, сколько там противника. Ну, вот, если атака у них закрепнулась, тогда бойцов, крайне мере, он там был. Бойцов сидела, и к ним я еще человек сейчас после 9 отправил. А вот в самый разгар фазы бросил все силы вперед. Командир желтой стороны пропустил удар в спину. Мы только что внезапным, очень внезапным ударом, захватили ближайшую точку противника. Поэтому пока я отдаю тут, даю интервью, вот, тут все разрываются, вот меня сейчас база вызывает. Типа, вы чего взяли эту очку? Нас спрашивают, какую точку мы захватили? Знаете, какую точку мы взяли? Мы захватили тыловую точку противника. Тыловую точку противника. Смотри, блядь, смесились дороги, а. Меня просят заканчивать интервью, потому что я слишком палевно разговариваю на камеру посреди дороги. Я бы, честно говоря, группу пару человек увел вправо, центр все равно надо держать. Нас, правда, снесут. Но наша героическая смерть, я думаю, будет записана во всех, так сказать, подробностях. Перекрыв подкрепление желток смертника, синие смогли создать перевес и захватить центральную точку. Я так же не видел, а все готов к надеюсь. Это же борт. Нарин, все, как же идем туда, находим до центра, смотрим, кто у нас танк. Ну что, как настроено? Нормально, блин, зайдешь только как смолч. А так нормально, блин. Ром, а где вообще у нас банчи заявили? До начала вы где? Уехали все. Блядь, ну нельзя сказать. Сервер? Я не сказал, сервер? Да, вот я, не знаю, где я вам передал. Ну, я вот тоже себе починил, что разбитые. Я забыл. Несмотря на то, что стемнело, темп игры не снижался. Желтые решили нанести ответный визит вежливости в штаб противника. Но к этому моменту Леший перенес штаб на точку номер три. Этот боец команды, блядь, вот отсюда, прям мои. Четверых человек своей стороны выносит, прям красавчик. А потому желтых нету, блядь, пойду воють. Бур, обстреливают. Так, бронем жару, желтым. Желтый, желтый, отходи, отходи, здесь, здесь, здесь. В какой-то момент желтые вступили в центр со всех сторон и начали его давить. Обстановка серьезно накалилась и штаб вызвал подкрепление. Коп, блядь! А, кускус! У нас силы обошли, братуха! Я понимаю, левая точка, а я в первую очередь выражу, там нет, блядь. Я бы с этой точки. Медик! 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 Работаем! Медик! 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 На столбол! Медик! По столбам! И флитами! Медик! По столбам, влевая! Я в бунте. Отойди, 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 отчет. Сейчас, 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 так. Так, а, забудь ты, чисто! Да-да, на связи, в команду. Да-да, на связи, в команду. Да-да, на связи, в команду. В команду. В команду! В команду! Я вперед! Медик! В команду! Чтобы мы здесь все подхуели. Вот, давай сигнал. Помоим все. Ура! Ура! Вторая фаза была более активной. По ее итогам, желтые смогли взять реванш и переиграть синих. Оставшиеся до конца отыгравшие. Круто, мы крутые. К сожалению, не удалось рекорд пробить, да, я уже говорил. Не было холоднее минус 10 на игре. На начало медиков хочу озвучить. Безликий Лютик, 39! А, Лютика, я прошу сюда, есть там здесь, да, вот вручение, нашивки торжественные. Все, аплодисменты. И желтые. МПО Чавес и солдаты удачи. Спрут, подходи. Я все надеюсь, что ты больше всех починешь. Поздравляю, первое место. У желтых спрят солдаты удачи. И наградная на ошибку. Кедр, прошу, аплодисменты. Ну, в общем, не всегда же выигрывать, можно немножечко и проиграть. Антирекорд, к сожалению, не получилось поставить. Как мы думали, после первой фазы, всего сотни очков разница. Но желтым еще могу сразу сказать, что, чтобы не случилось, Кедр, ни в чем не виноват. Мы играли вы, а я сейчас на точке. Ну, как получилось, так получилось. Ну, всем спасибо, кто остался до конца игры. Взводов у нас было ровно три. Больше не получилось создать. То есть, лучший взводный Путник. Вот, ну сейчас Путник назовет лучшего бойца взвода. И вот, а потом я, соответственно, попробую вспомнить лучшего бойца стороны. Давайте сначала вручим нашивочку Путнику, как лучшему взводному желтой стороны. Перес здесь? Был здесь. Вот, отмечаю лучшую сторону, потому что всегда на острии атаки, всегда... Я всегда его видел. Мы были с разных взводов, и постоянно движуха, и он был здесь. Я пытался найти командира взвода. Спасибо большое. Сейчас, кстати, вот все скажут, что вот, это все договорняк, но каждый раз, когда я пытался войти в игру, я видел, что один человек просто практически постоянно при каждом шуме шел вперед с криком, и что сидим, идем дальше за мной. И с пулеметом шел просто вперед. Ну, вот, кстати, вот, оказывается, не только я один это видел. Вот, ну, тесач, правда, он уехал. Ну, вот, практически на всех штурмах, которые я видел, с пулеметом вперед, пофиг. И, кстати, практически все штурмы были удачные. Ну что же, вешай, давай. Пару слов по итогам игры и по гражданам. Хочется поблагодарить всех, кто остался до последней минуты играть. Желтую сторону, конечно, поблагодарить за то, что серьезный противник был, не дали скучать. Ну и поблагодарить синюю сторону. Вы, парни, лучшие, делали все, что могли, и постоянно, как только, без мертвяка и постоянно движняк, движняк. То есть, парни, лучшие, молодцы. Лучший взводный у меня будет... Ты где? Куст! Красавчик! Да-да-да, куст! Ай, красавчик! У меня тут есть один боец, но он уже, правда, уехал, если честно. Это не очень хорошо, что я назначу этого бойца своего команды именно, но этот человек у меня сегодня нахерачил очень много с пылевета, в том числе и своих. Да, он вас херачил в конце, именно ночью. Он красавчик, но он очень много противников херачил. Фраг, но его нету, извиняйте, он уже уехал. Позывной как? Фраг. Фраг, да, вот им передашь 58-й нога. Рядышком там, 57-й. Ну, Леший, давай лучше боец стороны. Нет, нет. Конечно же ясно. Не, не, я просто мерз стоял и смотрел, как парни мужественно гуляют. Так что я тут вообще ни при чем. Крепкий чувак, ты мерз. Да. Выстоял. Шутник из команды Pride. Одна секретная была у него миссия, нельзя это говорить. А вторая уж очень сильно хотел убить командира стороны. Прям пробирался к нему с гранаткой, пробирался. И в итоге... А теперь он уебал. В итоге его спалили, там прям дерку бросил. И кого-то все-таки, может, и убил. Удачной всем дороги, друзья. До новых встреч. Пока. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Олег Леший победил в этой игре. Хочется у него спросить, что же в итоге привело к победе. Какие задумки удалось ли сдавать, какие не очень. Расскажи. Ну, в первой фазе, конечно, все получилось, как и хотели. Не стали зарубаться с засадным взводом, а весь взвод отправили по лесу. И очень было интересно наблюдать лица людей, которые хотелось пострелять к противнику. И в итоге они стояли и не понимали, что происходит. И, соответственно, как и планировалось, забрали левую точку, оттуда сразу же пошли на центр. И потом потихонечку стали давить ближайшую точку к себе. Тем самым организовался тот самый треугольник, с которым можно было работать. Ну, а то, что было, так сказать, непредсказуемо уже по первой фазе, это когда мы захватили правую точку. Это было, конечно, сюрпризом. Ребята пробились, ребята молодцы. Тут прям респект его уже. По второй фазе была вообще неопределенность. Как бы выстраивали уже, соответственно, сам план непосредственно на респе. И не все подошли, не все успели. И началась, значит, когда началась сама фаза, здесь все пошло к кубре. Просто, то есть изначально пошли на правую точку, на левую, прощупали. Левая тяжело, вообще не далась. И уже как только взяли правую, отжали точку ближайшую к нашему респу, стали пытаться брать центр, чтобы опять был с треугольник. Очень сложно давался центр. В итоге, пока бились за него, взяли левую точку напротив центра. А потом в итоге взяли и центр. Как бы тут уже чисто импровизация всех бойцов, которые и устали, и замерзли, но показывали свой характер. Молодцы. Ну что ж, спасибо, поздравляем с победой. И еще увидимся на ближайших видео. Да, большое спасибо Боргам. Было тепло, все очень вкусно.